Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я буду, наверное, читая ваш текст, давать комментарии, да, потому что текст достаточно объемный. Уход, перечит, ну, засчитывать его не очень, не очень удобно. Итак, у меня сложная ситуация с мужем. Давайте здесь сразу мы с вами постараемся выделить вот какой момент, да? Сложная ситуация с мужем для кого? Для кого она сложна? Она сложна для вас или она сложна для мужа? Для кого сложна ситуация? Если она, в смысле, ситуация сложнее для вас, то чем ситуация для вас сложна на эти моменты, нужно обратить внимание. Потому что вот сейчас, ну, как бы, на данном этапе, да, вы, не задавая, как бы, вопроса, да, ну, вот, сами, не задавая вопроса, не формулируя его, не формулируя запрос, а вы как-то оставляете, на мой взгляд, этот вопрос в таком, ну, больше, знаете, как, подвешенном состоянии, то есть, что вы хотите. Об этой ситуации не ясно, вот, что вам нужно, как бы, к сожалению, не ясно тоже, вот. Ситуация вы рассказали, она действительно, ну, такая, она действительно ситуация, скажем так, непростая, вот. Вот, и, конечно, нужно, чтобы вы сформулировали запрос свой. Вот, без запроса, я думаю, это будет, ну, довольно-таки, проблематично вам дать такой ответ, который, вот, мог бы вам помочь. Вот, постарайтесь, пожалуйста, это услышать. Мы поженились меньше года назад, когда я была на восьмом месяце беременностью. Да, то есть, здесь ситуация складывается так, что вы, как бы, ну, поженились вследствие того, что забеременели, да? Важно понимать, какое значение беременность ребенок имеет для вас, какое значение беременность ребенок имеет для вашего мужа. Да, значит, если мы не будем этого, этого учитывать, да, если мы не будем, как бы, это принимать в расчет, вот, то, конечно, мы не сможем увидеть картинку целиком. Вот, тем более, тем более, что вы в известной степени, ну, фиксируетесь на этом. Вот, вы в известной степени заостряете на этом внимание, как позже, ну, как позже будет очевидно, как позже будет понятно. Вот, значит, здесь вы как-то вот уже находитесь в таком расхождении, получается, того, что вам хочется, вы находитесь в расхождении того, что хочет ваш, например, супруг, вот, тоже, как бы, здесь у вас получается некая такая разница во взглядах. Вот. И, на мой взгляд, ну, это, в общем-то, довольно серьезно. То есть, я бы, вот, не сбрасывал бы, как минимум, эпосы шипов. Вот, дальше. Нормального предложения кольца так и не было. До сих пор обидно. А, что здесь? Здесь у вас идет расхождение реальности и ожидания. То есть, а, что я имею в виду? Да, значит, вы хотите, а, ну, кольца и нормального предложения. Вот. А, в принципе, это желание, оно, ну, более, чем адекватно. Как мне кажется. Вот. В самом-то себе, а, желании, этом, ничего такого нет. Но. А, вопрос, вопрос заключается в том, что вы делаете для того, чтобы это стало реальностью. Что вы делаете для того, чтобы это было реальностью. Потому что, ну, вот, по вашему описанию, я бы сказал, что и беременность, да. И вот такая, такое поспешное, ну, можно сказать, поспешное, да, заключение брака как-то вот не соответствует, на мой взгляд, немножечко вашей идее о том, что... А, ну, как бы, что вы хотите, вот, ну, нормального, ну, нормального предложения. Ну, вот. То есть, иными словами, я хочу сказать, что вы, как будто бы для реализации того, что хотите, хотите, да, ну, как будто бы не делаете необходимого. То есть, беременность, это история про то, что как-то вот спонтанно, спонтанно вы беременеете, вот. А рожаете ребенка, ну, тоже выглядит это несколько спонтанно, вот. И, как бы, ну, поймите, поймите правильно, что в самом по себе в этом, опять же, ничего плохого нет. В том, что вы родили и в том, что вы забеременели, но здесь как будто бы присутствует такое вот систематичное предательство себя. То есть, я хочу одного, то есть, я хочу, там, грубо говоря, допустим, нормального предложения, да, хочу нормальной свадьбы, вот. Но при этом действую и веду я себя, ну, вот, немножечко несоответственно, да. То есть, как бы, действую я несоответствующе тому, чего я хочу, как будто бы. И, на мой взгляд, на мой взгляд, если и есть вот, как бы, проблема, которую можно было бы решать, то она заключается, как мне кажется, именно в этом, в том числе, вот, то, что вы хотите, да, вы, как будто бы, вот, не, ну, ну, не отвечаете, не отвечаете за, за это. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, да, как бы, почему? Вот, то есть, почему вы игнорируете свои приоритеты? Дальше. До сих пор обидно. Ну, вот, вы расплачиваетесь обидой, как бы, за, ну, то, что, вот, не оставиваете твоей позиции. Потом были тяжелые роды, как и только сильно обострел тревожное расстройство. Ну, я не знаю, насколько это связано, да, здесь нужно смотреть, ну, вот. А, ну, как мне кажется, это следствие, вот, не удовлетворенностью. Порой, как в аду, не знаешь, куда деться. Муж накаляет ситуацию, да? Ну, то есть, здесь у вас, получается, ожидание, ну, поддержки от мужа, получается, у вас здесь. То есть, вы, как бы, ждете от мужа, да, что он, ну, будет вас поддерживать, вот. А он этого не делает. Опять же, нужно понимать, насколько ваши ожидания адекватны. Вот, сейчас кричит на меня, например, ребенок, значит, проснулся, да, я хочу его, я хочу его покормить, а он говорит, типа, значит, он, как бы, зачем ты взяла, в смысле кормить еще рано и в таком духе. Вот, то есть, здесь мы видим, что, здесь мы видим, ну, по большому счету, мы здесь наблюдаем, ну, может быть, с одной стороны, конечно, ревность. Вот, мы вполне здесь можем наблюдать ревность вашего мужа к ребенку. Ну, да, такое бывает, вот, особенно, ну, как бы, в отношениях, где, так скажем, не все гласко, да, то есть, в отношениях, мы такое наблюдаем, можем такое наблюдать, в отношениях, где есть какие-то, вот, конфликты. Это, да, это неприятно, вот, это, ну, как бы, не очень, не очень хорошо, безусловно, вот, но это необходимо учитывать. То есть, как муж относится к ребенку, почему я, собственно, ранее, да, спрашивал у вас, у вас, вот, как раз, по поводу того, как вы и как ребенок, и муж относится к ребенку, то есть, какое значение. Вот, насколько ребенок, насколько ребенок для вас, насколько ребенок для вашего мужа, по значимости своей, скажем так, совпадает. Вот, потому что есть, есть такое ощущение, что не совпадает, есть ощущение, что вы ребенка, ребенка воспринимаете, ну, не так, как воспринимает, а, его, его, ваш, ваш муж, вот. Ну, есть, вот, есть, вот, по крайней мере, у меня, да, есть такое, у меня есть такое, такое чувство, у меня есть такое ощущение. Вот, вот, и, соответственно, ну, нужно обязательно с этим разобраться, нужно обязательно это скорректировать, чтобы восприятие вами ребенка и восприятие мужем ребенка, ну, по возможности, совпадало. Понятно, что, как бы, ну, получается, это не всегда, понятно, что есть, всегда есть какие-то нюансы, но, тем не менее, то есть, это вопрос вашей договоренности и совпадения, скажем так, скажем так, ну, ваших взглядов, да, вот, впадения ваших, ну, позиций, вот. Дальше, как только я начала с ним детям попросил оставить работу и отдохнуть, говорю, что я выгорела. А, как бы, вы-то сами, что думаете по этому поводу? То есть, ну, хорошо, он думает, он решил, что вы выгорели. Да, допустим, ну, как бы, окей. А вы-то сами как считаете? Вы считаете, что вы выгорели сами? Или как? Или как? Просто, на мой взгляд, несколько странно, что, ну, что муж как будто бы, ну, как будто бы за вас, за вас решает. Понимаете? Вот. И не совсем очевидно в этом смысле, а вы-то, вот именно вы, чего, чего хотите? Вот именно вы. То есть, вы действительно выгорели? Если да, то это проблема. Она не решается уходом с работы. Вот. Она решается, скорее, изменением, ну, как бы, подходов, изменение подхода, изменение подхода к, ну, вот, в целом, да, к, ну, к своей деятельности. Вот. Она решается изменением подхода к тому, как вы относитесь, ну, как бы, к себе. Вот. И так далее. То есть, это, ну, история достаточно серьезная вообще-то, ну, вообще говоря. Вот. Поэтому я бы здесь вот, конечно, как-то бы на это обратил внимание, да, ну, вот, ну вот, ваше внимание обратил бы на это. И, в первую очередь, возможно, посмотрел бы, ну, именно вот на то, да, а чего, как бы, чего со мной-то вот вообще, ну, происходит, да, я-то вот чего сама вообще, ну, вообще, хотела бы, да, вот. Вот, а сейчас, получается, как-то это вот немножечко так, ну, немножечко так, я бы сказал, ну, спонтанно, что ли, то есть, как будто спонтанно вот вы это решаете, вот, и, ну, опять же, непонятно, на каком основании, да, то есть, то есть, то есть ваше это решение или не ваше решение, да, то есть хочу ли я вот сама уходить там, ну, с той же, с той же работой или нет. Вот, мне кажется, что в какой-то степени именно по причине такой вот неопределенности вашей собственной вы и можете страдать. Вот. Здесь, конечно, есть нюансы, здесь, конечно, есть определенные нюансы, эти нюансы касаются и ситуации, эти нюансы касаются элементов вашей личности, вот, то есть это все, как бы, ну, играет роль определенную. Ну, вот пока что я, как бы, я начал и продолжаю делать, вот, акцент именно на вот этих вещах, потому что мне кажется, что это то, что сильнее всего отравляет вам вашу жизнь на данный момент, ну, на данный момент. Вот, хотя я, конечно, могу здесь быть неправ. Дальше. Так, по прошествии полугода начала замечать, что сильно тревожит, хотела выйти на работу, но он говорил, да куда ты пойдешь в таком состоянии, отдыхай. Ну, смотрите, как бы, здесь порочный круг заключается в том, что вы пытаетесь выйти на работу, чтобы, вот, в какой-то степени, получается, унять свою тревожность. Вот. Ну, честно говоря, как бы, мотивация для того, чтобы что-то делать, мне лучше, потому что, ну, работа вполне, вполне может быть, вашу тревожность, да, не снимет, вот, то есть, ну, не получится, не получится у работы снять вашу тревожность, вот. Но при этом, при этом, при этом, при том, что когда вам, вам кажется, что вас, например, могут успокоить, да, ну, например, тот же супруг, да, вот, как бы тот же муж, ну, могут вот, могут вас успокоить, такой, то вы и поддаетесь этому. И, конечно, возникает, опять же, ну, перекручивание аспектов, перекручивание моментов. То есть, здесь, как бы, хочу одного, да, получаю другое, вот здесь. Дальше. Когда я рассказал ему, что для меня важно самореализовываться, я вижу это так и так, он говорит, что думаешь не так, все неправильно. Ну, опять же, здесь какой аспект, здесь какой момент, ну, какой момент здесь важно увидеть? Здесь важно увидеть такой момент, что вы своему мужу как будто бы говорите это, чтобы получить, ну, как бы разрешение, чтобы получить оправдание. Как будто бы, понимаете? Я не говорю сейчас о том, что это вот стопроцентная правда. Поймите меня, пожалуйста, ну, как бы, ну, поймите меня правильно. Ну, вот, я не говорю, что это стопроцентно так. Но, это выглядит так. И, естественно, если ваш муж чувствует, что вы пытаетесь его, как бы, уговорить, то, конечно, он будет реагировать так, как он реагирует. Потому что, изначально, эта позиция выстроена, вот, ну, таким образом, да, изначально. Изначально эта позиция выстроена так, что я нахожусь, как бы, ниже тебя. Я нахожусь в позиции ниже, чем ты. Понимаете, да? И это вас, собственно говоря, совершенно, совершенно несправедливо дискредитировать. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь. О чем я не прячу? Вот. И возникает вопрос, возникает вопрос, да? Из какого чувства вы своему мужу это пытаетесь донести? Вот. Ведь очевидно, что не из, ну, очевидно, что не из постановки его перед фактом вы это говорите ему. Ну, очевидно, что речь здесь идет, а, немножечко в другом контексте. И меня интересует, а, в каком? Меня интересует контекст. Да? Понимаете, что я имею ввиду? Дальше идем. Так. Он говорил, ты думаешь не так, все неправильно. Ты этим ничего не добьешься, много денег не заработаешь. Зачем тебе учиться? Второе, вы сейчас занимаетесь чем-нибудь другим. Ну, здесь надо сказать, что, действительно, позиция вашего мужа напоминает позицию человека, который не хочет, чтобы вы реализовывались. Вот. Который видит в этом для себя, так скажем, некоторую угрозу. Вот. И человек пытается, ну, вот, как-то всеми силами, да, этого избежать. Он пытается, эээмммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Или он вёл себя, ну, начал, точнее, вести себя так только вот в какой-то промежуток времени. Когда, например, у вас ребёнок появился. Или когда конфликты начались и так далее. Важно это заметить, важно это увидеть. Понимаете, это очень важно увидеть. Потому что если вот на это мы не будем обращать внимание, то мы не поймём всю картинку целиком. Сейчас пока, ну, ситуация выглядит так, что вы просто вот, как бы, на мой взгляд, говорите, какой он, там, грубо говоря, нехороший. Вот, какой, как он себя плохо ведёт, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но выбор-то это был ваш. Мужчина-то, вы выбирали. Как бы. Поэтому, так или иначе, вопросы к вам. Дальше. К слову, он занимал высокую руководящую должность, очень хорошо зарабатывал. Опять же, походим на то, что вы пытались найти опору в нём. Эээ, так, если я выражаю своё мнение относительно чего-либо, сразу начинается скандал. Ну, давай, давайте об этом поподробнее. Вот. Эээ, что вы имеете в виду, да, что вы подразумеваете под скандалом. Давайте как-то вот немножко. Эээ, здесь, эээ, поподробнее, пожалуйста, там, это, эээ, момент серьёзный, а вы буквально, ну, два, два слова всего, ээээ, сказали и всё. То есть, этого, ну, объективно, этого мало. Вот. Поэтому, если возможно, то, пожалуйста, раскроете. Эээ, сейчас я бы рекомендовал вам, эээ, поисследовать немножечко, эээ, психологическую игру. Которая так и называется, скандал. То есть, ну, прямо вот так в интернете напишите, психологическая игра, скандал. Вот. Эээ, я надеюсь, ээээ, что вы для себя сможете в этом увидеть, ээээ, что-то полезное, да? То есть, я надеюсь, что вы сможете для себя, ээээ, найти некоторые аспекты. Я надеюсь, что вы сможете для себя увидеть, ээээ, ну, ну, какие-то, какие-то моменты, да? Которые помогут вам, ээээ, лучше отдавать отчёт в том, что происходит, может быть, ээээ, как-то на ситуацию влиять. Вот. Опять же, ээээ, что важно, эээ, было ли так всегда. Эээ, или это началось, эээ, вот, после какого-то момента. То есть, после, например, ну, после какого-то события, да? На мой взгляд, это очень важно. Важно это увидеть. Сейчас это обострилось. Работу он ушёл, все деньги, в том числе от продажи моей машины, правда, он её и подарил, вложил в бизнес. Ну, опять же, да, как-то вот, довольно легко вы расстаёте со своим имуществом. Эээ, деньги доканчиваются, бизнес пока ничего не принёс. Я пытаюсь спокойно донести, что нужно что-то делать. Эээ, на мой взгляд, эээ, важно, из какого состояния вы это, да, носите. То есть, что это за состояние. Эээ, ведь ребёнку нужны вещи, открыть крики и истерики, обвинение в том, что никто его не поддержит, и он один старается. Эээ, ну, опять же, да, тут нужно более, эээ, подробно понимать, эээ, контекст беседы. Я спрашиваю, что мы будем делать через два месяца, когда денег не будет даже заплатить за квартиру, крики, крики на меня. Ну, это, как мне кажется, вопрос ваших, эээ, вашей, эээ, коммуникации. То есть, почему-то у вас, эээ, коммуникация организована так, что вот, вообще, ну, вообще вы не обсуждаете, эээ, по сути, никакого, ну, никакого серьёзного вопроса. Вот. И это связано с тем, как вы выстраиваете отношения, и вы, в том числе. Елена, как вы, в том числе, выстраиваете отношения. Поговорить там не очень, у меня было с удовольствием на работу, но ребёнку мне говорят, ну, а как вышло, что вам не очень поговорить? То есть, у вас, эээ, что, ничего общего нет и так далее, а как же вы тогда, эээ, отношения выстраивали, если вам не очень, не о чем поговорить? Понимаете, то есть, если вам не очень поговорить, а вы, как бы, находитесь в отношениях, да, и даже, вот, эээ, поженились, ээ, ребёнка родили, то очевидно, что здесь, ну, идёт, как бы, эээ, идёт сужение, эээ, сужение, так скажем, эээ, восприятие, эээ, вами, эээ, вашего, ээээ, партнёра. Вот. Ну, на мой взгляд, это выглядит, эээ, это выглядит вот так, вот, эээ, что вы, эээ, со своим мужем начали взаимодействовать, эээ, скорее всего, я очень рад был бы ошибаться, да, но, вот, на данный момент, ээээ, ну, выглядит, вот, ээээ, ну, выглядит так, как, так, как выглядит. Ну, вот, что вы начали с ним взаимодействовать, эээ, из какой-то своей потребности, вот. То есть, у вас была и, очевидно, остаётся какая-то потребность, вот. Эээ, ну, конечно, вопрос, вопрос заключается в том, что это за потребность. На мой, на мой взгляд, по моему предположению, это потребность защиты, это потребность защищённости, вот. Но я могу ошибаться здесь. На это указывают косвенные факторы, такие как ваша привоженность, вот, некоторая личная безответственность, ну, по отношению к, по отношению к себе, по отношению к себе самой, вот. И косвенно указывают на это то, как вы выстраиваете коммуникацию. Я повторюсь, косвенно, не прямо, это мое предположение. Но вам в любом случае нужно задаться вопросом, как так вышло, что мне с моим мужем, с человеком, которого я вроде как, ну, выбрала, да, вот, до которого я вышла, там, и так далее, как получилось так, что мне с этим человеком не о чем, не о чем говорить. Вот. То есть, ну, это же, это следствие, это результат вашего, точнее, вашей организации коммуникации со своим супругом. Вот. И нужно смотреть, нужно смотреть и это корректировать. Потому что в основе, в основе, скорее всего, лежат ваши личностные, ну, трудности, какие-то проблемы и так далее. Так, единственное, что меня держит в этих отношениях, то, что он не бросил меня после роликов, когда у меня были депрессии, истерики, сильнейшие тревожные расстройства. А как именно вас это держит? То есть, это что? Это страх потерять, это искренность какая-то, то есть, ну, ощущение, что я не найду никого, кто ко мне вот так же будет относиться. То есть, то есть, что именно вас держит? То есть, вы описываете действия. То есть, в отношениях меня, грубо говоря, заставляет оставаться некоторое его действие. Ну, вот, поправьте, пожалуйста, меня, да, если я неверно вас понял. Но действие, это, это, действие, это просто действие. Не чувство. И получается, что сейчас вы выстраиваете, как будто бы, свои отношения с человеком, опираясь на действия его. Причем, на его действия, в прошлом. И, раз, из-за этих действий, вы терпите, получается, то, что вам, ну, вот, неприятно и неприемлемо в настоящем. А, не кажется ли вам странным, что, вот, он вас бросил, он вас не бросил, вроде как, он вас не бросил, вот. Но, при этом, сейчас, вот, ну, именно, именно, вот, на данный момент, ну, он, как бы, ну, не слишком, вот так вот, чтобы, не слишком, как бы, вас ценит. Вот. Не кажется ли вам это немного, немного, не знаю, немного странным, вот. Такая, ну, такая модель, ну, такая модель, эээ, поведения. Эээ, ну, с его стороны. Как вы к этому относитесь? А, считаете ли, эээ, считаете ли вы, эээ, считаете ли вы, вообще, эээ, например, эээ, считаете ли вы, его действия, ээээ, действительно, ну, вот, такими важными? Потому что, вы-то, вы-то, ну, опять же, как вы, к этому относитесь? Знаете, какой, 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 ээээ, какой вопрос? Что, здесь важен? Вот, на это, мне кажется, нужно обратить вам, ну, вот, ээээ, свое, ээээ, свое внимание, свое пристальное внимание. А, ээээ, ну, сейчас, ээээ, сейчас, как-то, вот, не очень получается, честно, честно говоря. Вот, вы говорите, что меня, ээээ, что меня держат, эээээ, ну, в, эээээ, отношениях, по сути. Дальше, ээээ, значит, так, ээээээ, лечиться пришлось препаратами в кризисном отделении, так я совсем перестал спать, вот, у меня это реально окружающий мир, причем для себя. Ну, все время казалось, что мир учится, я умираю, сейчас его касается, мне легче. Мне кажется, это вообще, ну, мне кажется, это, эээээ, в какой-то степени, ээээ, вообще, может быть, не связано с тем, что вы описываете. То есть, у вас тут, как бы, идет, ну, как будто бы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот про, ну, совсем, ну, про совсем другие вещи, как бы, вот. И это, ну, вызывает некоторые вопросы, конечно, к вам, потому что если, ну, если перескакивать с одного на другого, да, то, ну, ничего решить, наверное, ничего решить, а в таком случае, ну, в таком случае не получится просто. Вот. Одно не связано с другим. Одно может влиять на другое. Например, ваша тревожность, ощущение, что мир умирает и прочее, может влиять на другое, может влиять, это правда. Но первопричина тогда именно вашей тревожности и, ну, в постоянном, например, поиске опоры. Да. Но никак, никак не наоборот. тогда ситуацию с вашим мужем мы не можем воспринимать, ну, вот отдельно, да, мы можем воспринимать ее в контексте следствие вашей, вот, проблематики, например, которую вы описываете. Наоборот. Дальше. Сложно еще потому что поддержки нет. А в чем вам нужна поддержка? Означает ли это, что вы взваливаете на себя слишком много? Мама и муж кричали, что я простая корицкая, думаю, только о себе, что у меня нет дисциплины, ни характера и прочее. Причем здесь мама? Причем здесь мама? Елена, причем здесь мама? Итак, мой вопрос остается, в принципе, в силе после того, как я прочитал и надеюсь, ну, прокомментировал ваш текст. Вы чего хотите-то? Вот к психологу у вас какой вопрос? Какой запрос к психологу у вас? Что вы хотите изменить? Вот, понимаете, как бы, непонятно пока это вообще. Вот. То есть, ну, вы, да, вы просто пожаловались, как бы. Вы просто пожаловались, вы просто рассказали о ситуации, вот. Ну, да, ситуация неприятная, это правда. Да, муж ведет себя, ну, вот, скажем так, несколько, ну, несколько спорно ведет себя. Ваш супруг тоже правда. Но супруг-то он, как бы, ведет себя так, как он себя ведет. Потому что вы ему, ну, позволили, скорее всего, так себя вести. Я не думаю, что он, ну, что он, что он ввел бы себя так, если бы вы ему не позволяли бы, а вы позволяете, почему бы ему в таком случае действительно не вести себя так. Вот. Если вы высказываете, там, грубо говоря, свою зависимость, свою нуждаемость от него, да, и позволяете ему решать за вас. Ну, в какие-то моменты. Вот. Сами, в общем и целом, такое впечатление, что свою, ну, позицию вы не замечаете, не защищаете. Не отстаивайте. Вот. И при этом вы говорите о том, что вам не хватает поддержки. Вот. Мне кажется, тут больше не про поддержку речь. Мне кажется, тут больше речь про работу с личными границами и пространством. Ну, вашим, с одной стороны, и с другой стороны, ну, возможно, с самооценкой и уверенностью в себе. Если мы говорим о тревожности, то это определенные угрозы для вас, то есть вы, вы в чем-то для себя видите угрозу. В чем, я пока не знаю, потому что информации довольно мало. Вот. В чем вы видите для себя угрозу, непонятно. Чего вы боитесь, то тоже пока что не ясно. Ну, хорошая новость заключается в том, что это можно все разузнать и понять, если вот с вами, грубо говоря, заниматься, ну, если с вами пообщаться хотя бы. Вот. А, возможно, и с вашим мужем тоже, если он осознает проблему, если вы ему озвучите и так далее. Вот. Я бы больше говорил о том, чего вам хочется от мужа. Вот конкретно, ну, конкретно в ситуации, чего вам хочется от мужа. То есть не задавать вопросы такие, типа, что мы будем делать, я думаю, что он не дурак и проблематику как бы видит сам. Вот. Да, не ясно, как он, как он, эээ, будет, за этим обращаться, но проблематику он видит. Поэтому я не думаю, что, эээ, продуктивно говорить ему так, как вы говорите. А вот заявить о себе, заявить о том, чего вы хотите, например, вот это вполне адекватная и хорошая позиция, как мне кажется. На этом все, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи. Сформулируйте, пожалуйста, еще раз, свой запрос к психологу, потому что без запроса совершенно не очевидно, не очевидно, чего вы хотите, вот, удачи, обращайтесь.